Взрывоопасная находка 271 арт-снаряд 21 граната и 54 подрывных механизма неожиданно обнаружили у школы в селе Великий Дальник. Рядом со стройплощадкой учебного заведения ремонтировали водопровод и во время раскопок нашли три подозрительных предмета, похожих на артиллерийские снаряды. Саперы ГСЧС обнаружили, что под землей находились почти три сотни взрывоопасных предметов. Снаряды калибра 45 мм, взрыватели к ним и гранаты времен Второй мировой. Пока саперы работали, в школе был выходной. В результате проведения работ додатково было выявлено 246 одиниц выбухонебезпечных предметов. Это артиллерийские снаряды калибра 45 мм, ручные гранаты и подрывники до артиллерийских снарядов. Данные выбухонебезпечные предметы были выявлены, подняты и завантажены в специальный автомобиль для подальшего транспортирования до места снижения. Все опасные находки уничтожили на специальном полигоне. Работы по ремонту водопровода продолжаются, а учебный процесс в школе уже возобновили. В ГСЧС просят граждан обязательно сообщать о нахождении взрывоопасных предметов и строгом запрете что-либо делать с ними до приезда специалистов. Одессу не жалко. Недавно отреставрированный мост Коцебу на улице Бунина изуродовали вандалы. Памятник архитектуры сейчас больше похож на стену для граффити. Хоть и отремонтировали достопримечательность относительно недавно, всего два года назад, состояние моста плачевное. В начале декабря в мэрии решили покрасить памятник и обработать его антивандальным покрытием, чтобы проще было стирать уличное творчество. Но этого по непонятным причинам так и не сделали. Нарина Щеглова все видела своими глазами. Вот как горожане берегут памятники архитектуры. Вот так сейчас выглядит мост Коцебу, который отреставрировали в 2017 году. Вандалы исписали все перила, фонарные столбы, а также стены. Местами облупилась краска. Наверху разрисовали, а здесь было разрисовано, здесь уже все позакрашивали. Тут все было разрисовано, тут все я закрашиваю. Это не только ночи, а и днем тоже грозит собой. Не бояться ничего. Молодежи надо давать площадь для самореализации. К сожалению, в нашем городе такого мало происходит, когда люди отдают возможность выразить своего творчества. Конечно, это надо замазывать. Возмущена. Это наша молодежь, которая не ценит ничего, и труд не свой, и ничей вообще. Мост Коцебу был признан аварийным в 2011 году. Через пять лет рабочие приступили к основному этапу капитального ремонта. В 2017-м все же удалось его закончить, но через пару месяцев появились первые граффити. 50 автобусов вместимостью 80 пассажиров уже готовы заменить устаревшие маршрутки «Богдан» и «Эталон». В транспортной компании «Север Транс» представили свои обновки. Это полсотни немецких автобусов «МАН» 2009 года выпуска. Несмотря на их 10-летний возраст, на предприятии говорят, что техническое состояние автобусов хорошее, а уровень безопасности и экологичности намного выше, чем у надоевших маршруток. В случае, если дверь не закрылась или кого-то защемила дверь, машина не трогается. То есть машина не может трогаться с места, пока не закрыты двери, не закрыты лючки. Ну, по крайней мере, очень большая гарантия безопасности машины. Значит, машины работают на газу, то есть в связи с этим малое количество вредных выхлопных газов. Поэтому это, я считаю, машина экологически чистая. Пополнение проинспектировал руководство города. В профильном департаменте рассказали, что именно в замене старых маршруток на большие автобусы видят развитие общественного транспорта в Одессе. Не обошлось и без скандалов. Народный депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк заявил, что это замена его заслуга. В Север-Трансе и мэрии шутку молодого нардепа не оценили. Ну, это вообще у нас новый жанр политики появился с приходом этих депутатов. Они так все делают с юмором, достаточно таким непонятным и, ну, не одесским совершенно такое. Желание рассказать и детей причислить себя к каким-то процессам, ну, во-первых, это нечестно, несправедливо и непорядочно. Это первое. Второе, просто проанализирует, пускай он, насколько смешно, это смехотворно. Ну, может, у нас сейчас этот жанр вообще сегодня, как говорится, новожуха. Из 50 автобусов предприятие планирует вывести на улицы города 20 единиц. Следовать они будут по маршрутам 232, 240, 242 и 250. Но пока только в тестовом режиме, в часы пик. Остальные 30 автобусов будут обслуживать пригородное сообщение. Еще одна компания по вывозу мусора в Одессе объявила о повышении тарифов. Стоимость ее услуг в Приморском районе возрастет почти на 45%. Такую информацию опубликовала фирма ТВ «Серус». Она обслуживает центр города под брендом «Экоград». Расценки фирмы возрастут с 70 до 100 гривен за кубометр мусора. Жителям многоэтажек придется платить почти 25 гривен с человека в месяц вместо 17. В частных домах – 40 вместо 28. Необходимость повышения цен компания объясняет тем, что последний раз тарифы пересматривали в августе прошлого года. И тогда они были установлены ниже нулевой рентабельности. Теперь же якобы учли рентабельность на уровне 12%. Кроме того, фирма обещает почти в полтора раза увеличить зарплату своим сотрудникам. И эти расходы тоже заложили в новый тариф. Ранее о повышении расценок по тем же причинам объявили компании «Союз» и «Эко-Ренессанс». Они обслуживают Киевский, часть Малиновского и Суворовский районы. Услуги «Ренессанса» подорожают почти на 60%, у «Союза» на 35%. На Бугаевской сегодня открыли современные медицинские учреждения. Здесь будут работать педиатрическая амбулатория детской поликлиники номер 7, а также новая семейная амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи номер 10. Комплекс оснащен всем необходимым и предоставляет полный спектр услуг. Больше расскажет Константин Гречаный. Еще недавно это здание пребывало в плачевном полуразрушенном состоянии. Здесь находилось педиатрическое отделение детской поликлиники номер 7. Как персонал медучреждения, так и пациенты пребывали в отвратительных условиях. После реконструкции все изменилось. Сюда вернулась амбулатория детской поликлиники, а также переехала амбулатория Центра первичной семейной медицины. По словам мэра, в коммунальные учреждения на работу стали переходить специалисты даже из частных клиник. «По нормативам 900 деклараций должно быть у врача-педиатра. Не более того, у всех педиатров максимальное количество деклараций. Вернулись многие даже из частных поликлиник. Когда увидели такие условия, созданные здесь, вы видите, что ничем не отличаются они от частных медицинских учреждений. В первом кабинете врача-педиатра молодой специалист работает 4 года. Когда пришел сюда работать, до начала реформы и до начала подписания декларации, зарплата была порядка до 5, от 2,5 до 4 тысяч гривен. Сегодня зарплата 17 тысяч гривен на руки». Медицинский комплекс будет обслуживать 30 тысяч взрослых и 8 тысяч детей, проживающих в историческом районе Одессы на Бугаевке. Местные жители отмечают, что такого учреждения здесь не хватало давно. «Жители нашего района отмечают не только День Святого Николая, но и знаковое событие – открытие медицинского учреждения, современного, большого, светлого, просторного, многофункционального. Раньше на этом месте стояла маленькая поликлиника детская. У нас в год обслуживалось до 8 тысяч детей. И помещения, площади недостаточно было для того, чтобы детям и мамочкам было комфортно. Сегодня мы видим современное медицинское учреждение, которое будет обслуживать и детей, и взрослых. И здесь будет оказываться квалифицированная медицинская помощь на высоком уровне, с современным оборудованием». Реконструкция помещения обошлась в 19 миллионов гривен. Все деньги были потрачены из городского бюджета. Еще 3 миллиона пошло на необходимое оснащение. В медицинском комплексе на высоком уровне будет предоставляться весь спектр предусмотренных услуг, обещают в Горздраве. «Семейный врач должен провести полностью диагностику предполагаемого заболевания. Для этого он полностью оснащен. Есть тонометр, есть глюкометр, есть отоскоп, автальмоскоп, есть ростомер, есть весы. И также для каждого врача есть все необходимое для того, чтобы поставить первичный диагноз. И если необходимо, если это какое-то сложное заболевание, отправить его на вторичный уровень. То, что касается детских врачей, то у нас работают в первичном центре как первичная помощь, так и вторичная. То есть вторичная помощь – это узкие специалисты». Сейчас идут работы по онлайн-подключению к 3-й городской клинической больнице для удаленной постановки диагноза. В Горздраве уверяют, что этот вопрос вскоре будет решен. Особое внимание уделили безопасности. Учитывая площадь медучреждения – 450 квадратных метров на одном этаже, для разделения потоков пациентов, детское отделение и семейную амбулаторию оборудовали отдельными входами и эвакуационными выходами. Все двери на пути выхода оснащены специальными ручками, обеспечивающими возможность разблокировки при закрытом замке. Здание оборудовано современной системой противопожарной защиты. «Это был первый вопрос, который мы ставили при строительстве данного объекта. К сожалению, на тот момент, когда мы только запустили процесс строительства, согласование проектов, к сожалению, был случай в лагере «Виктория». И после этого, конечно, с большим вниманием относимся ко всем вновь создаваемым социальным объектам, медицинским, школьным учреждениям. Поэтому здесь учтены все последние новшества техники безопасности и пожаротушения. Здание оснащено пандусами и навесами для людей с ограниченными возможностями. В санузлах установлены расширенные двери и специальные поручни. Городские чиновники заверяют – услуги специалистов медучреждения будут доступны всем. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Поздравил детей с Днем Святого Николая и благотворительный фонд «Надежда, добро и благосостояние». Подопечные фонда, а также пациенты одноименного медицинского центра с интересом наблюдали за представлением по мотивам сказки Андерсона «Снежная королева». Ни один из пришедших на праздник зрителей не остался без подарка. После театрализованного представления сцена превратилась в игровую зону и небольшую танцплощадку. Любой человек, который чего-то добился в жизни, чего-то достиг, должен заниматься социально ответственной деятельностью. Проводить любые действия социальной ответственностью. Вот я очень рад, что наша семья занимается такого рода деятельностью, занимается благотворительным фондом. И я хочу сказать, что это первые наши шаги, и довольно успешно все получается. Я надеюсь, мы будем продолжать в этом же направлении работать. Праздничной программе предшествовала благотворительная ярмарка. Половина суммы, вырученной от продажи детских поделок, будет направлена на поддержку медиков, работающих в реабилитационном центре. В благотворительном фонде анонсировали новую бесплатную программу поддержки детей и родителей, нуждающихся в особой помощи. С 2020 года мы начинаем для детей-аутистов очень серьезную программу, бесплатную. Целый год нам будут ходить дети, с ними будет работать много специалистов. Также будет и дельфинотерапия, это вообще уникальное тоже событие такое, и арт-терапия. Ну, это как бы нетрадиционная медицина. И еще мы бы хотели получить очень хорошие результаты и обслужить вот в этом году, в 2020, от 100 до 200 детей. Более трех тысяч детей со всей Одесской области получили яркий и незабываемый подарок ко Дню Святого Николая. Во Дворце спорта воспитанники местной школы фигурного катания показали маленьким зрителям осовремененную версию Гоголевской ночи перед Рождеством. Каждый ребенок, попавший на представление, получил сладкие подарки. Инициатор праздника для детей из социально незащищенных семей, а также для детей с инвалидностью и сирот – Областной совет мира. Дети-переселенцы, воинов АТО, многодетные семьи. Но самое главное – это Одесская епархия нам очень много помогает и по молодежной отделу, которая участвует в волонтерстве. Но самое главное, что это дети, которые нуждаются в этом празднике, родители которых не могут его позволить, но в то же самое время сегодня получат такую радость. Вот эти маленькие подарки, которые они получают, являются маленьким семечком. Вот сейчас оно сеется в них, а потом, когда пройдет время, когда они поврозрежут, они также научатся делать подарки. Вот именно это является главным воспитательным фактором, на наш взгляд, конечно же, для этих ребят, которые собраны здесь сегодня. Аудитория, практически заполонившая Ледовый дворец, была в восторге от увиденного. Юные фигуристы профессионально сыграли свои роли, подарив детям с непростой судьбой положительные эмоции. Веселая, красивая, интересная, зимняя. Я как раз хотела когда-то поступить в эту группу. Что хотела бы пожелать детям, своим ровесникам? Чтобы они выросли, продолжали заниматься фигурным катанием и побежали на соревнованиях. И символично, ко Дню Святого Николая на главной площади Одессы официально открыли главную елку города. На ней зажгли более тысячи светодиодных фонариков. С Думской площади наш корреспондент Дмитрий Богомолов. День Святого Николая Собралось множество горожан, одесситов, дети выступают, представители различных ансамблей и театральных кружков Одессы. Также тут присутствует дом клоунов. Они также подготовили праздничные выступления. Сегодня мы просто будем баловаться, месить болото. Снега нет. Мы сегодня постараемся показать детям. У нас такое шоу есть и смех, и снег. Ну, может быть, как-то хоть новогоднюю обстановочку. Святого Николая тоже с собой позвали? Святого Николая, да, позвали. Санта Николаус, он же Санта Клаус. Все есть. Что вы сегодня подготовили? Будете выступать? Танец первым номером. Да? Да. Что за танец? И кого вы представляете? Зимние узоры. Танцапы Лиссидора, да. Как вам вообще елка? Сегодня открытие ее. Вот сейчас она зажжется. Как вам она в этом году? Красивая, но волнительная перед выступлением. Все супер, все здорово. Пришли в центр смотреть, как будет елка официально открываться. Все интересно, праздничное настроение, все отлично. Как вообще елка вам в этом году? Здорово, как в принципе в каждом году, наверное. Все здорово. Ну, это сейчас она еще зажжется, да? Ну, да, да. Одесса, как всегда, самый красивый город в Украине, я так думаю. Ну, это по моему мнению. Да, Димон? Да. Нужно сообщить, что новогодняя елка украшена гирляндами и светодиодными фонариками общей длиной более 4 километров. И также, кроме новогодней елки на Думской площади, установлена новогодняя елка на улице Дерибасовской и в других районах города. Ну, поздравляем всех с наступающим Новым годом. Будем следить за тем, что происходит на Думской площади дальше. Сегодня день Святого Николая. И для маленьких одесситов традиционно готовят сюрпризы и подарки. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов вместе со студентами Одесской юрокадемии традиционно навестили воспитанников дома-интерната на Макаренко-20. Помимо сладких подарков, детей ожидал новогодний концерт с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу-программа и увлекательные конкурсы. Посетила Одесский дом-интернат и моя коллега. Почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов более 10 лет оказывает помощь детскому дому-интернату на Макаренко-20. В преддверии праздников студенты Юрокадемии и Международного гуманитарного университета вместе с президентом вузов уже традиционно навещают воспитанников. Передают им одежду, средства гигиены, развивающие игры, организовывают утренники и просто общаются с ними. Помогать тем, кто в этом действительно нуждается – долг каждого. Вот мы сегодня устроили концерт этим деткам. Они действительно искренне радуются и они чувствуют эту любовь. Вот я захожу, они меня за руки берут, обнимают. Знаете, ну вот такое чувство, что ты должен еще больше сделать. Такое чувство, что ты готов обнять их всех. Знаете, чужих детей не бывает. Хоть это и говорят банально, что это часто повторяется, но оно действительно так. Я хочу пожелать всем деткам, чтобы самое главное – они были счастливы. Пусть Господь нас всех хранит. С праздником, Днем Святого Николая. Это очень важно, чтобы молодежи студентам объясняли, рассказывали, что вот такие дети есть и что они ничем не хуже, чем их друзья, чем люди, которые учатся с ними в университете. И что нужно всегда помогать, всегда помогать таким детям и создавать, наверное, равные условия. В интернате проживают 111 детей, которые нуждаются во всесторонней поддержке и общении. У более чем 60 воспитанников нет ни родителей, ни крова над головой. Другие из неблагополучных семей. В основном это дети младшего и среднего возраста. В итоге здесь и девушки взрослее. Самый старший – 37. Сергей Васильевич, он постоянно общается с нами, постоянно общается с нашими подопечными, знает и проникается теми проблемами и заботами, которые есть на сегодняшний день. И вот студентами наших вузов, и в том числе и Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета, они бывают здесь, проводят мастер-классы, проводят с нашими подопечными. Они знают уже по имени их, знают номера телефонов, и те, которые имеют телефоны, те общаются с девочками, с ребятами, это самое, с вузов. Поэтому приход к ним, и вот такие праздничные дни – это для них большая радость и большое счастье. Большую помощь в духовном развитии детей оказывает настоятель храма Сергия Радонежского при Международной академической школе Одесса, прихожанами которой являются и воспитанники интерната. На территории учреждения даже есть своя небольшая часовня. День святителя Николая. Как раз мы в этот день решили со студентами Сергея Васильевича посетить этот детский дом, который на протяжении долгих лет является под опекой, духовной заботой. И этот день долгожданный для этих детей, потому что они к дню святого Николая всегда готовятся. Мы видим, что на территории этого детского дома есть небольшая часовенка. Она в свою бытность была освещена. И каждый ребенок, проходя мимо, он осеняет себя крестным знаменем. За каждым факультетом юрокадемии МГУ закреплены различные детские дома и специализированные интернаты. Студенты регулярно оказывают им помощь в рамках программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями. Ее инициировал Сергей Кивалов. Несомненно, первичная профсоюзная организация по инициативе Сергея Васильевича Кивалова уже более 10 лет ежемесячно посещает детские дома. Не только в Одессе, но и в области. Мы уже посетили множество центров реабилитации, интернатов, школы интернатов. И для нас это большая честь, большая радость. Каждый раз мы приезжаем сюда с большим удовольствием, чтобы дарить деткам радость, улыбки. За традицией, перед новоречными святами мы всегда отмечаем детские дома и школы интерната. И вот сегодня студенты, больше, чем всегда, всех факультетов, всех курсов были присутстви на таком прекрасном заходе, где мы подарили деткам приятные эмоции, тепло, подарки. Удалось провести ремонт одновой с корпусов интерната. Его превратили в так называемое социальное общежитие. Теперь у этих девушек есть свои комнаты одна на двоих и своя кухня, где они готовят себе сами. Юридическая академия поддерживает интернат также социально и материально, чтобы условия проживания его воспитанников становились лучше. В поселке Доброслав под Одессой установили рекорд. Там зарегистрировали самую высокую елку из ракушек устриц и рапанов. Ее высота более трех метров, примерно такая же, как у елка на Дерибасовской. Для этого понадобилось более двух с половиной тысяч устриц и двухсот рапанов. Украсили ее рыболовными сетями. На изготовление праздничного атрибута потратили около месяца. Сбирали мы мушли, люди приносили нам, а потом мы поехали на ферму, где устрицы, где рапаны, и нам помогли с радостью. Вона будет фиксировать рекорд, вона будет засвечиваться и будет оголошивать рекорд. Для рекорда очень важно, даже не только параметры, высота, ширина, объем. Мы надзвичайно цінули эстетическую качество выполнения рекорда, надзвичайно цінули креативную идею. И в Доброславии, конечно, уже такая, как традиция. И этого года они просто нас удивили своей ялинкой. Уже третий год подряд доброславские креативщики устанавливают рекорд. Ранее они делали елки из CD-дисков, капусты и карандашей. Это был выпуск новостей на Репортере. Меня зовут Наталья Апара. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова